Память избирательна. Одни говорят, что она оставляет только хорошие воспоминания, другие с этим спорят. Мы постараемся вспомнить главное из того, что произошло за 4 дня того урагана, в центре которого оказалась школа Балакелева, и который получил название Большой Балакеревский фестиваль искусств в Компьютерии. Детский центр Компьютерия – это оздоровительно-образовательный комплекс для школьников. Он располагается на берегу реки Тверца в Сосновом лесу в Тверской области. Это примерно 190 километров от Москвы, по трассе Москва-Санкт-Петербург. Уже после первой зимней поездки в Компьютерию было ясно, что мы приедем сюда еще. Это база с очень высоким рейтингом. Сертификация под детское питание, размещение, транспортное обслуживание. Здесь отработаны вопросы безопасности, медицинского обеспечения и санитарных норм. Это наш стандартный набор требований, который соблюдается на всех выездных мероприятиях. Лагерь может разместить до тысячи детей. При своей высокой востребованности центр с удовольствием работает с нами, потому что они знают, что такое школа Балакирева, заинтересованы в сотрудничестве с сильными командами и предоставляют особые условия. Здесь удалось создать ту атмосферу, которая редко возникает в комфортных школьных условиях. Говоря по-детски, это было совместное приключение, а оно всегда связано с каким-то выходом из привычного пространства. Существует колоссальная разница между общением в школе и в обстановке совместного проживания. Меняется характер отношений между учеником и преподавателем. Они становятся соавторами, и это обязательно скажется на учебном процессе. Прошедший фестиваль – это 460 детей-участников, более 30 преподавателей и сотрудников, 14 проектов, в которых были представлены практически все отделения школы. Это еще и отряд наших дошколят-подготовишек и большая группа родителей – порядка 60 человек. И даже группа из нескольких выпускников, которые играли в духовом оркестре. В этом году проведение фестиваля стало, можно сказать, производственной необходимостью. В прошедшем году при дистанционном обучении в школе очень не хватало творческой практики, которая раньше всегда проводилась в форме концертов абонемента. Планировалось определиться с содержанием абонемента и на следующий год. И сегодня эти концерты уже видны, многие были очень качественно организованы и обязательно войдут в программу. Не все верили в то, что задуманное получится. Было ощущение нереальности. Только автобусов было необходимо 8 штук, чтобы вывезти всех участников. Сбор вещей, вывоз сцены, переживания насчет флешмоба, то есть мы сами иногда не верили в свои силы. Потребовалось скрупулезное планирование, так как в фестивале приняли участие примерно втрое больше детей, чем в предыдущих. Объем работ, связанных с выездом, соизмерим с проведением большого фестиваля и оправдан тем, что мы работаем сами на себя. И результаты этой работы не разлетаются по стране, а остаются прежде всего у нас самих. В мероприятие изначально закладывался соревновательный момент. И при этом непосредственное обсуждение жюри ориентировалось на интеграцию с другими отделениями. Она должна была быть не формальной, а творческой и интересной. Второй момент – это подача мероприятия через игровую форму, через режиссуру. Мы уже привыкли, что концерт превращается в спектакль, но здесь оценивался еще и образовательный момент. У нас даже передружились дети, которые в учебном процессе не пересекались, а теперь они уже планируют совместные занятия. Несмотря на соревновательный момент, среди коллективов царила скорее не конкуренция, а взаимовыручка. Художники, музыканты, театральное и цирковое отделение помогали всем. Учебный год наши дети завершили на высоком творческом подъеме, на ярких эмоциях, а кому-то участие в проектах засчитано как отчетный концерт. Результатом стало и то, что преподаватели в процессе совместной работы открывают друг друга для дальнейшего сотрудничества в новых проектах. Начат разговор по поводу 55-летия школы, которая будет отмечаться в ноябре-декабре этого года. Каждый проект, который участвовал в фестивале и подтвердил свою готовность, может претендовать на участие в проекте наших абонементов на будущий учебный год. Коллектив отработал очень сложные задачи. Акустика, сцена, свет, переезд и развертывание оборудования научились решать серьезные и тяжелые задачи. Получен навык, который можно реально использовать в дальнейшем. С родителями была проведена экономическая игра. Как они представляют себе школу будущего, как видят ее со стороны. И теперь все они стопроцентные соратники школы. Помимо конкурсных программ были организованы вечерки, игры, мастер-классы, пленеры, творческие лаборатории и веселые старты. Был просмотр кино вне основной программы и целый ряд мероприятий для родителей. Ну и конечно программа зритель. Результаты этой поездки оказались даже выше ожидаемых. Для многих детей это стало первым опытом выезда и самостоятельного проживания. Удалось убедить родителей, что рано или поздно детей придется отпускать. Но попробовать это лучше сейчас, когда вокруг все свои, под присмотром своих преподавателей и всего на три дня. Так что один из результатов это социализация и взросление. Мы видели, как изменились наши родители и дети за это короткое время. Трение и напряженность первых дней ушли, и на четвертый день были уже другие лица. Прошло ощущение раздражения и недоверия. Мы получили смеющихся детей без происшествий и заболеваний. Многие согласились с решением и признанием победы фольклорного отделения. А кто-то и помогал им, принимая участие в проекте. Даже в сложных выездных условиях их спектакль оказался не хуже предыдущего, а по оценкам жюри даже и лучше. И высокая творческая планка сыграла свою роль. В то же время каждый проект поучаствовал в распределении призового фонда. Радовались сертификатом на приобретение музыкальных инструментов, костюмов, сценической обуви. Художники получили 40 планшетов. Дети почувствовали себя соучастниками, так как своим старанием и трудом они заработали себе что-то для своего учебного процесса. И абсолютно вымотанные, но счастливые и удовлетворенные преподаватели получили свою минуту славы. Родился новый гимн фестиваля. Песня, для которой и слова, и музыку написали специально к поездке наши преподаватели. А флешмоб реально объединил всех на одной площадке. Сложить слова в песню или спеть ее все вместе или вместе ее станцевать. И все это в детской школе искусств имени Балакирева. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!